Библейский портал экзегет.ру представляет 22 глава Второй книги царей или царств для библейского портала экзегет.ру. В общем-то, она очень похожа на 18-й псалом. По сути дела, это один текст. И интересно, что в истории Давида мы встречаем такие вставные поэтические кусочки. В самом начале его правления, когда Давид оплакивает Саула и Йонатана, своего друга. Потом будет еще один. Дальше, но 22 глава — это большой поэтический гимн. Зачем он здесь? Есть же псалтирь, есть же целая книга, где вот эти молитвы Давида, а и не только Давида, они приведены как отдельный такой сборник. Но ведь эта книга, вторая книга царей, она вся про Давида. И важно показать не только ход событий, его политическую борьбу, его участие в военных сражениях и что-то еще. Важно показать, и важнее всего показать, что у него на сердце, как, собственно, он живет, как он относится ко всему тому, что вокруг него происходит. Давид обратился к Господу со словами этой песни, когда избавил его Господь от руки всех врагов его, и от руки Саула. Вот как бы такой итог. В предыдущей 21 главе были подробности про военные кампании, уже какие-то не очень понятные, борьба с какими-то потомками рифаимов. Вот всех победили. И что можно сказать, когда всех победили? Господь скала моя, крепость моя, избавитель мой, Бог мой, защита моя, в нем прибежище мое. Вот самое главное, да, что Давид не был идеальным царем, не все делал правильно, многое делал сомнительно, кое-где явно грешил. Но вот эта уверенность в том, что Господь его скала и защита, это самое важное о нем. Он щит мой, сила спасения моего и твердыня моя. Воскликну Господу, слава тебе, и от врагов моих буду спасен. Ибо волны смерти вокруг меня потоки гибельные в ужас повергают. «Путы могилы со всех сторон, смерти заподня предо мной». Конечно, он описывает ситуацию, когда война, когда нападают враги, когда могут убить, но в принципе это ведь и про каждого из нас. Путы смерти, потоки гибельные, то, что каждый человек так или иначе себе представляет. И слова, которые Давид обращал к Богу, имея в виду победу над врагами, конечно, наверное, любой человек может обратить к нему, имея в виду грядущую встречу со смертью. «В беде моей я к Господу воззвал, к Богу моему воззвал, голос мой услышал он из храма своего, вопли моего внял». Интересно, что храма-то еще нет. То есть этот храм – это некое место его обитания, то ли скиния, шатер, то ли некий небесный храм, где Господь присутствует. Храм, который мы не видим своими глазами, мне кажется, даже скорее здесь об этом. А дальше описание, в общем-то, какого-то могучего землетрясения. Присчастье Бога понимается как грозное, ужасное, но одновременно как его вторжение в земную историю с тем, чтобы подать руку помощи Давиду. Землетрясение как рука помощи. Ничего себе. «Закачалось, затряслась земля, поколебались основания небес, и закачались, ибо гнев его воспылал. Дым и огонь исходили, от него сыпались горящие угли. Наклонил он небеса и сошел, мгла под ногами его. Воссел он на Херувима и полетел, явился на крыльях ветра, сделал мрак по кровам своим». То есть одновременно какое-то извержение вулкана, бури, то есть вот все эти силы природы, в них видится грозное явление Бога. «Сделал мрак по кровам своим, полок вокруг него густые тучи дождевые, сияние пред ним пылающие угли. Возгремел Господь с небес, голос Всевышнего прозвучал. Пустил он стрелы и рассеял врагов, молниями смешал их ряды. Стало зримым морское дно, основания мира обнажились, от грозного укора Господня, от дуновения ветра его». Можно увидеть здесь, конечно, указание на переход израильтян через море, когда обнажилось морское дно. Или какое-то там землетрясение, когда вот вода схлынула, там потом цунами, наоборот, придет. Но одновременно это описание вот самых разных катастроф этого мира, в которых Давид видит руку Господню, Давид видит действие Господа в этом мире. «С высоты простер руку свою, подхватил меня и извлек из пучины водной. Спас он меня от врагов лютых, от ненавистников, что сильнее меня. В день несчастья напали они на меня, но опорой был мне Господь. Из опасности Он вывел меня, избавил меня, ибо я угоден Ему. Воздал мне за праведность мою, Господь наградил за чистоту моих рук, ибо путей Господних держался. Я не отступал от Бога моего, чтобы нечестью предаваться». А как же Саверсави или Батшевы? А как же в некоторых других случаях, где Давид не совсем поступал с нашей точки зрения? Правильно, да в прошлой главе мы читали, как он выдал гаванитянам потомка в Сауле просто на убийство. Вот мне кажется, что Давид здесь говорит не столько о полном отсутствии греха в его жизни, сколько о принципиальной жизненной позиции. «Все веления его всегда предо мной, и от заповедей его никогда не уклонялся. Непорочным я был пред ним и удерживался от греха, и за праведность наградил меня Господь за то, что чист я в глазах его». Вот мы подскажем Давиду, где уклонялся, где не удерживался от греха, но еще раз говорю, мне кажется, здесь он говорит скорее о такой принципиальной позиции. Он не ступал на путь порока, он оступался и соскальзывал на него, но возвращался. То есть он, делая принципиальные выборы, он все-таки выбирал дорогу Господа. «С милостивом ты поступаешь, милостиво с непорочным по непорочности его. Чистому сердцем ты являешься чистотой, а бесчестного ты перехитришь. Ты спасаешь бедных людей, но следишь за надменными, чтобы унизить их. Ты светильник мой, Господь. Господь, ты тьму для меня обращаешь в свет. Только с тобой я выхожу на врага, а с Богом моим взбираюсь на стену». Вот это уже точно про Давида, потому что во всех этих историях мы видим одно. Давид – это человек, который беспредельно доверяет Богу и который не удаляется от Него даже там, где он делает что-то не совсем так, как надо. «Бог, совершенен путь Его. Слово Господне испытано огнем. Он щит для всех прибегающих к Нему. Кто Бог, кроме Господа? Кто скала, кроме нашего Бога? Бог, могучая защита моя, направляет меня на совершенный путь, делает ноги мои быстрыми, как у оленя, на высотах моих ставит меня, учит ратному искусству руки мои, дает силу натянуть бронзовый лук. Ты даешь мне спасительный щит, твое нисхождение величия мое. Только с тобой шаг мой широк, уверена поступь моя». Трудно даже это как-то комментировать, но Давид о себе говорит как о воине, совершенно точно, что он умел делать хорошо это – воевать. И, соответственно, учит его и даже дает силы для боя только Господь. Может быть, мы хотим видеть Бога кем-то иным, просто потому что мы не воины, но вот эта идея о том, что в каждом его действии есть некая сила Божия, есть его замысел, мне кажется, она дорога, наверное, любому человеку. «Преследую я врагов и истребляю их, не возвращаюсь, пока с ними не расправлюсь. Расправлюсь, поражаю их, не подняться им падают под ноги мне. Ты придал мне силы для войны восставших, на меня мне покорил. Врагов моих ты в бегство обратил, уничтожил я ненавидевших меня. Вопили о помощи, но никто их не спас, и Господь к их мольбам не с ней зашел. Я развеял их, словно прах земной, бросив растоптал, как уличную грязь». Конечно, мы сегодня, наверное, так не будем радоваться победе над врагами, по крайней мере, вслух, про себя, может быть, очень даже, да. Но это все-таки Ветхий Завет, и представление о победе, оно достаточно кровавое, оно достаточно жестокое, оно подразумевает вот эту смерть для тех, кто против. «Я развеял их, словно прах земной, бросив растоптал, как уличную грязь, но не только чужие. Ты избавил меня от восстаний народа моего, поставил меня во главе других племен, и люди, которых я не знал, служат мне. Иноземцы рыболепствуют предо мной, повинуются, едва слышат мой приказ, растерянные и припоясанные, выходят иноплеменники из укрытий своих». Ну, тоже вот такая захватническая, казалось бы, песнь, но для того времени абсолютно нормальная, да, победа над своими и над чужими. «Жив Господь! Слава Ему, скале моей, да будет превознесен Бог твердыни спасения моего, Бог, воздающий обидчиком за меня, покоряющий мне народы, освобождающий меня от врагов. Ты возвысил меня над восставшими, против меня от людей, чинивших насилие, избавил. А потому прославлю тебя, Господь, среди народов, имя твое воспевать буду, одерживать победы великие, и даешь ты царю, и милость оказываешь помазаннику своему Давиду, и потомство его навеки». Победная песня. Вот после всех этих долгих и мучительных историй мы читаем победную песню Давида, которая одновременно является гимном Богу. И, может быть, как раз самый главный урок его всей жизни, то, что он приписывает это именно божественной помощи, и все то, что происходит с ним хорошего, есть проявление этой силы свыше, а не его заслуги. Но Давид не один, и о том, кто был рядом с ним, расскажет следующая, 23 глава. Субтитры создавал DimaTorzok